Доброе утро, Бокертов! Этот урок является продолжением урока номер 729. Ссылка находится в описании к этому видео. Если вам не все будет понятно, из того, что я сегодня буду рассказывать, обязательно посмотрите урок 729. И если не все будет понятно, также посмотрите другие материалы по рекомендуемым мной ссылкам. Этот материал предназначен для изучающих еврит на среднем и продвинутом уровне. Я напомню вам, что в уроке 729 мы строили смехут, особое словосочетание, где первое слово в этом словосочетании было существительное типа бдика. То есть это существительное действие от глаголов поаль. В этом материале мы будем строить смехут, особое словосочетание, из существительных действий во множественном числе, типа бдикод. То есть первое слово смехута будет существительное действие во множественном числе. Не совсем понятно было то, что я сейчас сказал. Дайте мне несколько минут для объяснения. Моя задача объяснить так, чтобы вам было понятно, чтобы все было просто. И если вдруг будет непонятно и непросто, значит я со своей задачей не справился. Итак, давайте вспомним. Материал 729. Мы берем для сравнения глагол бдик. Будек это проверяет. Из него мы получаем существительное действие бдика. Бдика это проверка. Например, я хочу сказать проверка уха. Проблема с ухом у меня. Мне назначают время для проверки уха. Бдика шель озен. Проверка уха. Если мы говорим о конкретной проверке, то я добавлю здесь определенный артикль перед словом бдика. И у меня получится обдика шель озен. Если мы говорим о конкретном ухе, например, я вам уже до этого сообщал, что у меня проблема с левым ухом, то я могу сказать бдика шель ха озен. Я подчеркиваю, что у меня проверяют именно левое ухо, о котором мы уже говорили. Я показал вам принцип. Я больше акцентировать на этом внимание не буду, потому что мы переходим к смехуту. Теперь я хочу сказать без частицы шель. Я хочу соединить два слова бдика и озен. Мы с вами договаривались, что если мы соединяем два существительных и первое существительное заканчивается на а и букву гэй, обязательное условие и это, и это, и буква гэй и звук а, то гэй мы поменяем на тав. И у меня получится бдикат озен. Бдикат озен – это проверка уха. Если мы говорим о конкретном ухе, ну, например, я уже говорил, что у меня с левым ухом у меня проблема, то я скажу бдикат а озен. Это мы переведем как проверка конкретного уха или конкретная проверка уха. Я напоминаю вам, что определенный артикль в смехуте, в этом особом словосочетании, мы перед первым словом смехута никогда не ставим. Мы ставим определенный артикль перед последним словом. Бдикат а озен. Получилась проверка уха. А как сказать проверка ушей? Мы второе слово преобразуем, чтобы оно было во множественном числе, узнаем это уши. Бдикат а узнаем. Это конкретная проверка ушей или проверка конкретных ушей. Теперь я вам покажу, что очень просто в существительных этого типа сделать множественное число проверки вместо проверка. То есть я хочу сказать проверки ушей во множественном числе. Я просто добавлю здесь букву вав. То есть я преобразовал слово бдикат в слово бдикат. Множественное число. Бдикат это проверки. И у меня получилось бдикат а узнаем. Это проверки ушей. А как сказать проверки одного уха? Я второе слово ставлю в единственном числе озен. Или конкретное, если мы говорим, тогда будет а озен. И у меня получилось бдикат а озен. Проверки одного уха. Бдикат а узнаем. Это проверки ушей. Бдикат а озен. Проверки уха. Ничего сложного здесь нет. Теперь, чтобы привыкнуть к тому, что мы сами можем строить смехуты эти. Особые словообразования. Мы должны потренироваться. На всякий случай я вам напоминаю, что мы не обязаны использовать эти смехуты, эти словообразования в своей речи. Мы можем обходиться без них. Но если вы их используете и делаете это умело, это украшает наш язык. Это элемент высокого стиля. Многие это оценят. Многим это нравится. И самая большая проблема, что в текстах мы часто встречаемся вот с такими сопряжениями, смехутами. Поэтому даже если мы не используем их в своей речи, мы обязаны понимать, как они строятся, чтобы их воспринимать и в текстах, и на слух, если кто-то вдруг использует их в своей речи. Давайте возьмем какое-нибудь другое слово. Вместо озен я возьму слово махшев. Махшев это компьютер. Давайте возьмем сначала существительная проверка в единственном числе. и скажем бдикат га махшев. У нас получилась проверка компьютера. Это же словосочетание можно перевести как компьютерная проверка. Бдикат га махшев. Чтобы сказать проверки компьютера, то есть много проверок компьютера, я просто добавляю здесь вав. Таким образом я преобразовал слово бдика в слово бдикот. Бдикот это проверки. И второе слово у нас осталось без изменений. Бдикот а махшев у нас получилась проверки компьютера. А если я вместо слова махшев напишу слово махшевим, то у нас получится проверки компьютеров. идея понятна? Ничего сложного здесь нет. Давайте сейчас вместо слова махшевим я возьму слово авода. Авода это работа. И давайте скажем проверка работы. Бдикат га авода. Проверка работы. Одна проверка одной работы. чтобы сказать проверки работы. То есть мы делаем несколько проверок одной работы. Я вместо слова бдика использую слово бдикот. И в сопряжении оно так и звучит бдикот. Бдикот га авода. Проверки этой работы. Теперь я хочу сказать проверки работ. Не одной работы, а многих работ. Соответственно слово авода я ставлю во множественном числе. У меня получается бдикот га аводут. Проверки работ. Несколько проверок нескольких работ. Идея понятна? Теперь чтобы поупражняться вы придумываете слова любые. Берете слова которые вам известны. Например я беру слово телефон. как сказать проверка одного телефона. Проверка телефона. Бдикат га телефон. Проверка телефона. Проверки телефона. Несколько проверок телефона. Бдикот га телефон. Если я возьму не один телефон, а несколько телефонов. Телефоним. то бдикат отелефоним получится проверка телефонов одна проверка обди код отелефоним много проверок разных телефонов идея понятна ничего сложного возьмем дорогое мне слово огурцы и давайте скажем проверка огурцов бдикат мелафефоним и теперь скажем во множественном числе проверки не одна проверка а проверки огурцов как будет бдикат мелафефоним а если я хочу сказать проверка одного огурца я скажу бдикат мелафефон совершенно верно то есть кто не знает почему мне дорого слово огурец потому что я начал преподавать иврит в том числе когда меня знакомые попросили и сказали мне что если ты знаешь как на иврите огурец то ты можешь быть учителем если ты умеешь произнести во множественном числе огурец мелафефоним то ты обязан быть учителем я стал учителем теперь мы возьмем с вами другие слова я беру слова существительные действия глаголов по аль рекомендую вам взять другие слова только желательно проверять по словарю потому что если вы сами их получаете из глагола то иногда бывают слова которые как бы теоретически правильные но на практике не используются я беру глагол сугер сугер это закрывает и из него мы получили существительное действие сгера сгера это закрытие давайте вспомним сгера шель халон мы говорили это закрытие окна если я скажу газгера шель халон это будет конкретное закрытие окна а если я скажу згера шель ахалон то получится закрытие конкретного окна я могу сказать в обычной речи Азгера Шель Ахалон получится конкретное закрытие конкретного окна. То есть самый лучший советчик у нас здесь это наша логика. И мы используем определенный артикль для того, чтобы сказать вот это конкретное. И не зацикливаемся на этом. Это на всякий случай я объяснил. Теперь я хочу сказать закрытие конкретного окна или конкретное закрытие окна. Я хочу соединить слова Азгера закрытие и слово Аханон убрав при этом частицу Шель. Здесь точно так же как у нас существительных этого типа Згера заканчивается на Гэй. Последний звук А переходит Гэй в Тав. И мы договорились с вами что перед первым словом сопряжения мы никогда не ставим определенный артикль. Поэтому мы получили СГЕРАТ АХАЛОН СГЕРАТ АХАЛОН СГЕРАТ АХАЛОН это закрытие окна. Одно закрытие одного окна. Я хочу теперь сказать много закрытий. Закрытия этого окна. Я преобразую слово у нас было СГЕРА в сопряжении СГЕРАТ. Я во множественном числе ставлю это слово получается СГЕРОТ. СГЕРОТ это закрытие. СГЕРОТ АХАЛОН закрытие окна. Чтобы сказать закрытие окон много закрытий разных окон я соответственно вместо окна скажу ХАЛОНОТ у меня получится СГЕРОТ АХАЛОНОТ Закрытие окон. Например, идея понятна? Давайте скажем закрытие банка. если это одно закрытие то у нас будет СГЕРАТ в сопряжении СГЕРА преобразовалось СГЕРАТ и БАНК давайте скажем закрытие банка сначала. СГЕРАТ АБАНК закрытие этого банка. Чтобы сказать ЗАКРЫТИЯ одного банка банк в течение месяца закрывают открывают имеется ввиду вечером перестает он работать. СГЕРОТ АБАНК СГЕРОТ АБАНК закрытие одного банка. СГЕРОТ АБАНКИ закрытие закрытие, извините много закрытий разных банков. СГЕРОТ АБАНКИ и так далее. Ставьте слова которые у вас есть уже в словарном запасе вы на среднем уровне на продвинутом уровне то есть поставьте слово ДЕЛЕТ ДВЕРЬ поставьте другие слова которые вы знаете чтобы потренироваться. Я беру слово МОХЕР МОХЕР это продает МЕХЕРА это продажа Я хочу сказать продажа огурцов Я делаю то есть в обычной речи мы можем сказать МОХЕРА ШЕЛЬ МЕЛЕФЕФОН продажа огурца одного если огурцов то это МЕЛЕФЕФОНИМ давайте скажем в СМЕХУТЕ мы убрали частицу ШЕЛЬ и вместо МЕХЕРА у нас получается МЕХЕРАТ МЕХЕРАТ МЕЛЕФЕФОНИМ продажа огурцов давайте скажем ПРОДАЖИ огурцов много продаж вместо МЕХЕРА в сопряжении МЕХЕРАТ у нас получается слово МЕХЕРОТ МЕХЕРОТ это продажи МЕХЕРОТ МЕЛЕФЕФОНИМ это продажи огурцов если я скажу МЕХЕРОТ ГАМЕЛЕФЕФОНИМ то получится конкретные продажи огурцов эти продажи огурцов или продажа этих огурцов а если я хочу сказать продажи одного огурца то есть мы продаем его продаем несколько раз как мы скажем МЕХЕРОТ С этим словом удобно потренироваться, потому что, в принципе, продавать могут все, что угодно, ну или, скажем так, почти все. Теперь давайте скажем продажи квартир. Я возьму вместо слова мэллафэфэфон слово дирот. Это квартиры. У меня получилось мэхерот гадирот. Продажи, извините, конкретных квартир. Мэхерот гадирот. Если я хочу сказать продажи одной квартиры, теоретически квартира может продаваться несколько раз, да, продажа одной квартиры, мэхерот гадира. Да, это будет продажа одной квартиры. Давайте скажем продажа компьютеров, чтобы сказать, если это одна продажа, то это будет мэхерат амахшевим, продажа компьютеров. Я хочу сказать продажи компьютеров. То вместо слова мэхерат у меня получается мэхерот. Мэхерот амахшевим продажи компьютеров. А как сказать продажи компьютера? Одного, теоретически. Мэхерот амахшев. Продажи компьютера. И это же слово сочетание мы можем перевести как компьютерные продажи. То есть продажи при помощи компьютера. Я напоминаю вам, вы уже на среднем этапе и на продвинутом этапе. Второе слово смехута может быть условно прилагательным. Условно. Это не прилагательное, но условно. Для перевода. Поэтому мэхерот амахшев мы можем перевести как компьютерные продажи. Продажи при помощи компьютера. Я беру следующее слово. Потэах. Потэах открывает. Слово птиха. Это открытие. Птиха. Шель. Мефаль. Это открытие завода. Давайте скажем открытие конкретного завода при помощи смехута. То есть слово птиха. Мы преобразовали в слово птихат. И это будет птихат амефаль. Открытие конкретного завода. Чтобы сказать открытие конкретного завода. Ну, например, этот завод открывался несколько раз. Или по утрам его открывают. Это тоже птиха. Как сказать открытие во множественном числе? Птихот. Птихот амефаль. Открытие завода. Открытие завода. Как сказать открытие заводов. Мы скажем птихот амефалин. Открытие заводов. Теперь подставляем слова. Все, что приходит в голову. Мне приходит мысль, например, может не умная. Но что делать? Я хочу сказать открытие огурца. Вот я представляю себе, что я открываю огурец примерно как я бутылку открываю. И как я скажу открытие огурца? Я скажу птихат амефефон. А чтобы сказать во множественном числе открытие огурца? Я его открываю, закрываю, открываю, закрываю. Я скажу птихот амефефон. Не самое умное то, что я придумал, но это не важно. Мы должны отрабатывать, мы должны играть словами. Чтобы вам было легко. Если вам не совсем понравилась как бы идея с огурцом, то скажите сейчас открытие двери. Я беру слово птихот, открытие, и добавляю слово делит дверь. У меня получилось птихот аделит. Много открытий. Несколько раз открывание двери. Идея понятна? Продолжение следует...